Здравствуйте! Я Татьяна и вы на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Мой добрый зритель, как у тебя с погодой? У нас такой колотун, дома зуб на зуб не попадает. То, значит, жарко было, не вязалось, то сейчас какое-то оцепенение. Я вяжу, я вяжу, но продуктивность какая-то не та. Хорошо, что хоть такая. Дождик. Мне нужно отправляться в деревню убирать морковку, а у нас дождик, дождик, дождик. Но ничего, морковка она любит прохладные погоды, она ещё постоит, и уж до конца сентября мы обязательно её уберём. Что я навязала? Естественно, носочки. Те, кто подписан на дзен, всё уже видели, я сейчас в этом видео соберу то, что как-то, знаете, эпизодически разбрасывала. То пост, нет, статья-то это, в принципе, видео на ютуб тоже выходили. Ну, я расскажу, что связала, немножко, но показать будет что. Значит, у меня связались носочки. Всё та же осенняя коллекция, осенний вальс мы назвали, да, её? Или как-то ещё умудримся назвать. Ну, в общем, в рыже-жёлтых, в осенних тонах я вяжу носки потихонечку, полигонечку. И сказал, что в сентябре мне как бы достаточно, потому что носки тоже отнимают очень много времени. Ну, сказала, сказала, и взяла, и связала ещё одним. Значит, носочки. Самые простые. Я здесь опять продолжаю играться пряжами, которые купила в магазине Дель у Эльвира Костенко. Несколько лизе артисан различных расцветок. Вот пёстренькая как раз ушла в пятки, в мысок и в резинку. И просто супервошечку с семёновской лидией, такого вот палочка корицы, как угодно назовём. То есть здесь одна ниточка лидии и одна ниточка носочки. Артисан просто ализа супервош. Она как бы растворилась рыженькой, и её незаметно. Всё равно полоски берут своё. Но, тем не менее, полотно как бы побольше. Я обожаю ализа супервош смешивать с любыми махерчиками, с тоненькой лидией, с любой тонюсенькой. Я всё чаще-чаще слышу с остатками норки смешивать. Сейчас я вот норки вяжу, и я понимаю, какая это прелесть смешать ализа супервош с остатками норочки. Возможно, и я когда-нибудь так буду делать, когда свяжу, и у меня что-то останется. Так, значит, узор здесь самый простой. Я про него рассказывала, скажу ещё раз. Четыре ряда лицевых, а потом два рядочка чередования шесть лицевых, шесть изнаночных. Потом опять четыре ряда лицевых, и потом два рядочка чередования шесть лицевых, шесть изнаночных. Простейший узор. На паглинке он в круговую пущен, а здесь на стопе только верхней части. Значит, что хочу сказать. И раз уж пошла называть носки, да, Надзен спросила, как назовём, какие же вы умнички. Нет, это, наверное, я в ролике спросила и на YouTube, и Надзен. И у меня столько предложений, столько предложений, но, честно говоря, вот всё подходит. Вот как выбрать, как разобраться, всё подходит. Одна женщина предложила, просто давайте осенний. Осенний один, осенний два. Может быть, так и проще было, но мы же про простых путей-то не ищем, правильно? Вот, и две фотографии меня сразили, вот этот пост я точно Надзен делала. Значит, я говорю про осенний клён и про подосиновички. Мы дружно решили, что назовём подосиновички. Как-то голосованием всё-таки победили, что ли, выиграли подосиновички. Я сделала фотографию этих носочных изделий и рядышком подосиновички. Мы решили, что, значит, подосиновички, выиграли, правильно, правда, похожи. Но на те подосиночки, которые на фотографии, эти носочки больше похожи. Быть тому, к первым носкам у нас, я сейчас прям, чтобы самой запомнить, буду вспоминать. Лисички-сестрички. Дальше, значит, у нас ржавый гвоздочек и морожка. Ещё, значит, закладываются подосиновички. Фотография осенний клён меня настолько пленила. Я поняла, что там не хватило чуть-чуть желтизны. Вот именно желтизны. У меня жёлтая пряжа есть. Я её в свою носочную корзиночку обязательно положу. Видите, туда и лидию зелёненькую подложила. У мохерчик был там бобинный зелёный, так ещё и лидия туда пошла. Зелёное яблоко. Горсточку вот таких нашла, остатыши от одувана. Я вязала комплект. Носочки, шапка и джемпер, которые под общим названием одуван. И там вот это Ализе Натурель, которую, говорят, с производства, так сказать, убирают. Но в магазинах я эту нитку вижу. Даже вот такие остатыши, здесь меньше метра, я не выбрасываю. Потому что если в носочке, да, неважно куда. Я просто посчитаю, сколько у меня вот таких вот остатышей. Это когда-то один большой остатыш я разделила на мелкие и на цветок прикалывала. Типа у меня, ну, для съёмок же надо что-то красивое. Типа у меня так зацвёл молочай. Вот. И если я просто вот куда-то это всё внедрю, да, в какие-то... Допустим, у меня шесть таких остатышей. Три на один носочек, три на другой носочек. И неважно, где это будет. Вот уже у нас будет осенний клён. Осенний клён я свяжу. Пусть в октябре, пусть в ноябре. Но я его свяжу, потому что с носочками действительно надо тормознуть. Ибо они отнимают столько времени. В общем, я не буду зарекаться, потому что, во-первых, надо вязать то, что хочется. А мне хочется сейчас всё вязать. И, во-вторых, пасмочка же пришла из магазина про клубочки. Такого интересного цвета, нового цвета я рассказывала от HappyFit производства Газал. Мне её хотя бы в деревне бы размотать. И там я её хочу сереньким махерчиком соединить и связать. Будет в сентябре, в сентябре, в октябре. Когда будет, это неважно. Носки вязать хочется, надо вязать. Потому что бывают такие периоды, кто носки вяжет, прекрасно понимает, что вот о золоте они не вяжутся и всё будет. А бывает хочется, но мне хочется. И остальное. Итак, носки я медленно, но верно продолжаю вязать. Моя шкатулочка, коробочка, да? Альзе Хэппи Фит в сумке, в которой я собираюсь в деревню. Кстати, Оля, хозяин магазина про клубочки, сказал, что привезли опал. Пряжу опал, носочную, новый завоз разных расцветок. Посмотрите. Магазин про клубочки. Ссылку, если не оставила, напомните, мне оставлю. Я показывала. Недавно такой вот неоновый моточек мне прислал в подарок магазин. И сейчас пришли новые расцветки. Кто ищет опал, можете заглянуть, посмотреть. Может быть, именно те расцветки, которые вы ищете. Готовая работа, всё. Что касается процессов. Кардиган свою голубую нежность не трогала. Очень зря. Там остались два рукава. Вы же видели распаковку посылок. Целых две части я сделала. И само собой, это любование этой посылкой занимает время. Теперь вы просите образцы, каких пряж я обязательно это сделаю. Сейчас мы ещё к этому вернёмся. Вроде туда немножечко, часик. Сюда немножечко, часик. Ну, это наслаждение, это наслаждение. И всё успеем, всё свяжется. Тем не менее, вот пока я не свяжу хотя бы один рукав на кардигане, я не начну большое плечевое изделие, а соблазн у меня велик. Вы видите, какая пряжа ко мне пришла. Хочется очень, хочется вязать. Что-то новенькое начать. Поэтому кардиган я не трогала, но я свяжу. Джемпер, малиновое вино. Спасибо большое за хороший комментарий. Рада, что кто-то ждал. Мне некоторые написали, расскажите о начале процесса, а кто-то не писал. И когда вышел ролик о начале процесса, очень многие мне написали, что ждали, когда же, когда же. Когда я ещё его довяжу, не знаю. Я там каждый вечер рядочек два вяжу, но что-то такого существенного, серьёзного продвижения, после того, как я показала своё продвижение в недавнем ролике, я не нахожу, поэтому я сегодня даже его в кадр брать не буду. Но продвижение у меня есть у процесса, у третьего моего процесса. Это из норочки. Процесс из норочки. Дополнительно нитку убежала. Вот посмотрите. Казалось бы, сядь вечером, довяжи. Я предпочла повязать образцы. Всё, всё свяжем, всё потихонечку. Ну, руки действительно две, а желание самое главное хочется. Самое главное хочется вязать, а остальное не торопясь, всё в удовольствие не загнать. Самое главное себя не загнать, в удовольствие всё свяжется. Значит, в прошлый раз я вам показывала, если я не ошибаюсь, только горловину. И сейчас, очень, кстати, экономный расход, мне нравится, вы писали об этом. У меня подходит к концу ещё только первый моток и начало джемпера положено. Я отвязала росток, отвязала ту часть регланной линии, которая идёт по прибавке. По типу, да, не классический реглан будет, а реглан, когда на рукав петельчик немного. И, наверное, по типу хеверд. В общем, я не буду проносить хеверд, удлинённая будет линия реглана. Удлинённая, широковатенькая такая. И при таком положении дел я вяжу сначала в каждом втором прибавки, потом в каждом третьем и четвёртом, смотря, какая модель задумывается, какая толщина ниточки. А потом в теле я вяжу резко в каждом втором, чтобы тело расширилось. А в рукаве или совсем не вяжу, или прибавки редкие. Ну, это уже вот, ну, избитая такая формула. Поэтому она привычная. У многих моделей было именно так. И я считаю, замечательное продвижение. Не скромный, может быть, буду, но продвижение действительно замечательное. Размер будет примерно 48-50. Просто тёпленький джемпирог. Если я хотела перейти на четвёрку, что я и сделала. Потом я вернулась на 3,75. Ибо полотно на 3,75 мне нравится лучше. Оно с одной стороны и не просвечивает, с другой стороны не забито. Ну, это мой первый опыт работы с норочкой. Пусть будет так. А дальше посмотрим. Был соблазн связать прям паутинку-паутинку. Но остановилась я всё-таки на 3,75. Вяжу. Продвижения есть. Они ещё обязательно будут. И я буду их в обязательном порядке показывать. Это вот что касается моих процессов. Также ко мне вязальную историю этих вот дней. Можно спокойно записать два образца. Из пряжи Фрея и из пряжи Твит. Я подробно о пряже рассказывала в распаковке. Сейчас останавливаться не буду. Образцы из сразу всех пряж я связать не могу. И те, кто говорит, что отдельные ролики про распаковку, где я показываю образец до ВТО и образец после ВТО. И как это всё это... Навожу камеру, руки в кадре. И показываю. Для всех, кому такие ролики нравятся, в ближайшее время я прямо сейчас готовлю материалы. У меня лежат вот сохнутые. Я их отлично вижу. Два образечка. Два дружочка лежат сохнут. И я уже отсняла, как это сказать, фрагмент до ВТОшной, где я измерила и то, и то. И уже понимаю, сколько сюрпризов мне приносит, что тот, что этот моток. Но я, конечно, когда буду снимать уже после ВТОшной, когда они высохнуты, я буду снимать. Я это всё расскажу. Например, из этого моточка Фрея я обожаю. Кстати, вот так правильнее показывает, чем. Когда я наводила при распаковке на цвет. Я, значит, говорю. Я свяжу кардиган. Прям вижу кардиган. И почему-то с тёмными пуговицами деревянными. Я не знаю, что со мной. И стала вязать образец. А он такой воздушный. Он такой вот. Действительно, он весь наполненный воздухом, невесомый. И думаю, куда же я там в кардигане пуговички-то буду вешать? Даже самые тонкие. Даже самые какие-то лёгкие. Думаю, нет, это джемпер. Это джемпер, причём по типу кокона, джемпер-обнимашка такая. Только он. Потом, значит, Лена мне пишет, что Таня Фрея очень сильно садится. А я ведь помню, она джемпера вязала с Фрея. Но я не запоминаю название пряж. И что после стирки садится. Только руками, только в холодной воде. Постирала я образец. Как он преобразился. Я ещё собиралась образец вязать, стирать, показать образец руками. Значит, в холодной воде постираю. Мне показалось, что он совершенно не изменится. А потом я ещё постираю образец в горячей воде. Думаю, видите, как он сел? По сравнению с тем, когда мы постирали в холодной воде. Если уже есть информация, почему её не сказать? Да, чтобы садиться. Так он уже после стирки руками в прохладной воде. Из невесомого, наполненного воздуха. Легчайшего. Это я почему-то спойлерю своё видео, которое скоро будет. Превратился. Вы знаете, он увалялся. Он увалялся даже при стирке в прохладной воде руками. И вот сейчас, кстати, влажным виде замерить, явно он уже подсел. Я не знаю, на сколько сантиметров, но явно образец подсел. Сейчас дождусь, когда высохнуть, сниму. Не буду я больше стирать в горячей воде. Но мне кажется, ещё при них, даже в холодной стирке руками, образец будет как-то саживаться, подсаживаться. И он стал вот это вот, пропав воздушность, да, он стал тонкий, но уверенный в себе. Вот такое полотно, вернее, не оно, а оно. Полотно, оно стало туда, есть куда пришить пуговички, если пока он был воздушным, каким-то невесомым. А где я пуговица пришлю, какой кардиган? Тань, только джемпер. Сейчас это действительно такое ощущение, что бери ножницы, режь, и петельки не распустятся. Представьте, что было, если в горячей воде я постирала. Я не мутырила, не музырила, я просто балакала. Немножечко сначала с пеночкой, потом балакала в воде этой же температуры, типа полоскала. И теперь я могу, представлю, я опять уже джемпер, до свидания, опять кардиган, потому что пуговички уже есть на чем держаться пуговичкам, это полотно спокойно выдержит пуговички. Вот такие метания, а мне очень нравится, мне очень нравится узнавать новую пряжу. Очень нравится. И причем теперь, ну я все расскажу в ролике, даже приготовила, а почему именно деревянные пуговицы темного размера, а пуговицы в цвет, которые я раньше отрицала, отрицала пуговицы в цвет, это теперь вот мне почему-то хочется, даже по типу кардиган, не кардиган, ковтенка, не ковтенка, и пуговицы не обязательно деревянные, главное, чтобы не светлые. Подождите, сейчас пройдет два дня, только светлые пуговицы, скажет Таня. Вот такие метания, они мне очень нравятся. Вот это, вы знаете, настолько внутреннее удовлетворение, настолько какой-то вот подъем, что-то узнавать, в чем-то ошибаться, в чем-то закрепляться. Это прелесть прелестная, совершенно. По мне так не колется, не колется, и очень многим понравился цвет. Ягодный фреш, ягодный мусс, щербет, что мы только не сказали. И пока я успела связать еще, я буду с паузами, я буду с паузами, потому что ночью я пропаду, и у меня вообще никаких движух в вязании не будет. Я так вот прям по парочке, даже по одному моточку, по одному клубочку. Вот этот твит, он у меня в двух цветах, в синим и в рыженьком. Так как синего на два, что ли, моточка побольше, я образец связала из него. Я чуть-чуть такая экономная бабенка-то. Значит, что я хочу сказать. Я связала образец, и как вот... Есть ниточка, она такая картоноватая немножечко, суховатая, картоноватая. Если вот этот образец вяжешь и не понимаешь, и вот так вот надо еще, точно у тебя что-то в руках есть? Так посмотришь, да, в руках что-то есть. Тут в руках что-то лежит, такое ощутимое. И после стирки, вот сейчас образец, во-первых, в размерах точно расплылся, сто процентов. Я не знаю, насколько он подсоберется, но я не ожидала. Я так и знала, что это будет такой, знаете, я даже, вот если бы у меня был сын-подросток, я бы связала ему просто прямоугольник один, прямоугольник второй, третий, четвертый на рукавах. Я бы связала, без всяких горловин, без всего, просто на плечах сшила, соединила, оставив прорезь для головы, прорезь для рукава. И причем швами наружу, швами наружу, и может быть контрастного цвета того рыжего. Не знаю, может быть этим. Чтобы вот такой вот брутальный, наскоро связанный, но это, конечно, джемпер, который нужно уметь носить, который нужно преподнести, тогда будем ахать и охать, и все захотят такой. А если там носить и же маниться, ну, у меня нет сына-подростка, и поэтому я, ну, есть у меня кое-какие идейки. Я пока еще даже думаю, буду я сочетать два цвета в одном изделии, это будут два разных цвета, не знаю. Если я изначально в рыженьком видела исключительно что-то такое, знаете, осеннее аксессуарное, вот связать шарф и носить лет 20, потому что, ну, прежде всего. А из этого я видела джемпер. То сейчас не факт, не факт. Мне вообще хочется почему-то связать джемпер теперь из коричневого, и причем разбавить местами каким-то таким желто-коричневым однотонным фрагментом. Вы знаете, я даже говорю, ждем от вас шедевров, Таня. Вы так быстро не ждите. Я вызрю, я вызрю. Например, я была уверена, что начну я вязать с шикарной пряжей вот в трех цветах. Я уже не помню, как она называется. Прям обзор, первая часть обзора, начинается с нее, держать в руках эти моточки-глубочки одно удовольствие. Я говорю, там один цвет похож на верблюд, значит, один голубоватый, один бежеватый. Так мне пишет зрительница Таня. Я видела, мол, верблюдов воочию, и они именно таких цветов. Есть верблюд, как мы себе привыкли представлять верблюд, есть верблюд бежевого такого оттенка, есть голубого. Понимаете, у меня даже название так и ответило, что так и назовем три верблюда. Чтобы я не ставил кардиган связать с той пряжей, я назову три верблюда. Мне почему-то так и казалось, что я это сделаю. И думаю, с него начну. Но когда взяла вот эту фрею в руки, думаю, а может быть вот из фреи? То джемпер меня, то это... А теперь, когда преобразился образец из этой... Понимаете, это что-то... Это другое. Это уже не картонообразное. Возможно, сейчас высохнет опять, будет картоночка-картоночка. Но что-то очень сухое, тяжеловатенькое, ощутимое в руках превратилось... Вот в другое. Я жду, когда он высохнет, и скажу о своих впечатлениях. Эта пряжа вот... Не такая простая, как хочется показаться. Хотя она под простую не косит, но она удивила меня. Она меня удивила. И вот так я пока хочу растворяться в образцах, удивляться, что-то сочинять. Но чтобы я не связала из той пряжи, это будет три верблюда. Видите, у меня название же Фрей, название есть. Три верблюда есть. Здесь мы, правда, немножко с вами то ли космос, то ли океан, то ли комета, что мы только не говорили. Но мы ещё подумаем. А здесь уже есть Фрей, а там же три верблюда. Оказывается, верблюда есть таким цветом. Я видела верблюда вживую в Тунисе, но он был вот верблюда, как я представляю верблюда. Одна вот цвета верблюда. Оказывается, вот так вот. В общем, сейчас я... Ленка, спасибо тебе огромное. Просто преогромное. Я растворяюсь в этих моточках-клубочках, и мне так хорошо. И мне так хорошо знакомится. Пряжа, конечно, отпадная. Я понимаю, я отлично понимаю, что мне в руки попалось. Что мне в руки попалось. А когда мне ещё Лена написала вяжи кашемир в две ниточки четвёртым номером, то есть мне уже даже не париться. Сначала это будет казаться чем-то таким не очень привлекательным, а потом после ВТО распушиться будет прясть. Понимаете, мне даже голову не ломать, каким номером спиц вязать. И понимаете моё состояние. Это головокружение. Это головокружение. Это шикарные пряжи. Я искренне благодарю Леночку Орлову за такой подарок. И вы меня спрашивали, я уж сейчас перескочу на броши, что в смысле не видели, чтобы я носила броши. Я ношу броши очень редко, да? И просто они мне идут в коллекцию, или я буду носить. Полюбила ли я броши? Любила ли я их раньше? Или полюбила только сейчас? Вот в том момент, как Лена мне стала дарить броши ручной работы. Вы знаете, я их носила, только не всегда там, где носят нормальные люди, человеки. Так, сейчас мне нужно уйти и прийти. Не расходитесь. У меня броши были, но не в таком, конечно, количестве, как сейчас появились. И я их любила носить на палантина. Я палантина, одно крылом, второе, значит, заворачиваю и ношу броши. Вот это как-то было на первом месте. И очень изредка, если позволяет сумка, я носила броши на сумке. Да. Чем я только не украшала сумки, это было нечто. Я могла вот, бывает, так сумочку возьмешь, и там какая-то вот указательный знак, что это вот такая-то фирма, такая-то это. Уж лучше ничего не клеили, чем клеить вот такой какой-то, вроде расцветчик мне подходит. И она мне по размеру понравилась. Но вот это вот, я ее отдирала и что-то из своих украшений приляпывала. Помню, в Союз Печати продавались такие плоские-плоские, кругленькие, может быть, сейчас вспомнят коробочки. И там овальная такая, бывает с уголками, как глаз прям вот, а бывает без уголков. Брошь и две сережки. Я не носила такие вещи, но они мне, как украшательство, очень нравятся. Я покупала, там был и желтый цвет, и зеленый цвет. Это еще медучрище училась было 100 лет назад. Вот. Отламывала у брошек вот эти металлические. Иногда получалось красиво отломать, иногда нет. Но брошка-то, она всегда была красивой. Из нее отломаешь вот эту, так сказать, держалку. Крепление, креплешь, застегивалку, застежку. О, нашла я правильное слово. И я куда только их не ляпала. Ну, не на суперклее, там не знаю, как клею папа был тогда. Где-то что-то порвется на сумке, где-то измажу, и, допустим, это никак не могло отстираться. Или вот это вот мады чья-то. То есть, отдираешь то, что тебе не нравится, и клеишь вот эту вот пластмассовую штучку, которая более-менее под свету подходит. Мне это нравилось, эти сумки с поколения в поколение было очень изящно. Так я возвращаюсь к напечатному. Если сумка имеет какие-то карманы, замки, уже украшательства, да, конечно, эта брошка, ну, никак не подойдет. Это, ну, зачем? Я вообще не люблю перья воров, перья каких-то. А если сумочки бывают, как вот, ну, холст для художника, я в качестве примера приведу. Вот сумочка, да, моя такая, поддутый кардиган, дутышек мой. Я считаю, вот видите, здесь ничего нет, что с одной, что с другой стороны. Абсолютно ничего. Вот теперь да, включаем воображение. Например, у меня нет, ну, какую-нибудь такую куртёху, рыженькую. Конечно, сюда тоже. Вот если я сейчас туда рыбку прилеплю, да, например, рыбоньку, она совершенно будет не по делу. Ну, что это такое? Да и зачем? А вот если сумочка была какая-нибудь летняя, да, в бело-бирюзовых, голубых тонах, тогда бы рыбка там сыграла, как брошка, естественно, с огромным удовольствием. Вот надо продумать, но всё равно это холст. Вот учитывая, что здесь нет никаких замков, что здесь нет ничегошеньки, эта сумка для меня холст. Вот, например, куртёху. Я напяливаю примерно вот такого цвета. Или только башмаки. Неважно, у кого что есть, может быть, у меня только шарф, а курточка чёрненькая, а шарф рыженький. Или вообще шарфули. Нет, башмаки вот такие. Вы знаете, вот в таком случае, когда для меня сумка холст, я могу приляпать брошечку. И с огромным удовольствием пойти. С огромным удовольствием пойти. И если я знаю, что на весь сезон рыжих башмаков, например, да, все осенью выдыхать рыжих башмака в какой-то чёрной куртёхе. Вот это для меня очень здорово. Да, я не ношу где-то брошечки часто здесь, но на той же сумке, ещё раз говорю, которая как холст, которая позволяет, и хочу, чтобы красненькие пятнышки моих ногтей не портили картину, которая позволяет. Вот это прекрасно, прекрасно. В дополнение к какому-то элементу, как я уже сказала, будь то шарф, будь то ботиночки, будь то что-то. Это прелесть. Главное, здесь тоже не перья. Так я брошечки ношу. Причём с огромным, с огромным удовольствием. Что касается ваших вопросов, да, и есть у меня один вопрос. Наташа спрашивает, из чего ей связать платье. Так как работа, предстоит вязать платье, конечно, это долго, и не хотела бы потом разочароваться. Именно совет в пряже, пряже, которая не закатывается, что не садится, но пряжа, которая хорошо себя ведёт. Я если скрин найду, вставлю. Я просто вот Наташа, видите, пишу Наташа в скобочках, из чего связать платье. У меня вот так вот вопрос. Просто я не возьму на себя ответственность рекомендовать какую-то пряжу. Во-первых, я давно не вязала платье. Во-вторых, я не знаю, что именно мы от платья хотим. Я как-то сейчас утопаю в пряжах таких каких-то, которые вяжутся на крупных спицах, рыхлые, пушистые, типа альпаки, бэби-альпаки. И я не знаю, платье давно очень не вяжу. Давно очень не вяжу. Однажды связала платье, где было 90%, такое буклированное платье. Я даже фотографии не сохранила. Салёна Шкабель мне присылала. Носила-носила с огромным удовольствием. Потом постирала, она стала туникой. Потом постирала, она стала ещё меньше. Туникой отдала сестре. Платье из детского каприза в две нитки. Я сглупил, что связала в две нитки, потому что это очень жарко. Я поносила мало-мало. Потом распустила, связала с сестре кардиган сливой. А вот сын увязал джемпер в одну ниточку. У нас же там совсем другой калинкор. Он кому-то подарил, он немножечко располнял и подарил мальчишечке, который с удовольствием смотрел всегда на его джемпера, вязаные мной. Потом у меня было платье серенькое. Серенькое платье. Я его тоже с огромным удовольствием подарила. Если я вижу, что какому-то человеку значит... Но я не думаю, что из него все бы тоже ринулись вязать. Это был какой-то полистеп, переработанный даже, причем. Анечка с канала вязаной стиле от Анны мне дарила. А уж сейчас, правильно вы говорите, много марок. Моточная пряжа, бобинная пряжа. Я думаю, если вам девочки ответят, из чего... Я раньше очень сильно рекомендовала полушерсть, не толстую. Вот эту даже ализе. Это если бюджетно нужно, суперфайн, ализе суперлана... Зачем я вру? Ализе лана голд файн. Есть ализе лана голд классик, есть ализе лана голд файн. Какая пряжа поначалу, ализе лана голд файн, была замечательная. Она потоньше, чем ализе лана голд классик, но составом своим. Действительно, стирая руками, стирая машинки, как вот это есть, выражение убиваемое. Потом она испортилась, и это я видела в своих руках. У меня подруга купила. Очень много разных артий. Может быть, от цвета зависит, может быть, от партии, я не знаю. Она стала какой-то не такой. И потом женщина пишет, вот вы называете, ализе там супер... Даже речь, может быть, не о файн была турецкой, ну а какой-то моточной пряже, что-то она типа бюджетная. А если соотнести и купить бобинную для этого же изделия в граммах, то она выйдет гораздо экономичнее, даже пусть поначалу пряжа... Цена пряжи пугает. Я ж не спорю. Я ж не спорю. Я вообще бобинный новичок. Поэтому вот сказать о какой-то пряже я не могу. Только знаю, что сейчас есть такие смесовочки, которые именно специально для платья будут, чтобы она не растягивалась на месте. Мадам, сижу. Даже какой-то чуть-чуть вот этот, я не знаю, эластан, не эластан, что там тянется ниточка. Его вроде и нет. Он не чувствуется. Но тем не менее, он не будет растягиваться. Названия этих пряж конкретных я не скажу. Это я бы обратилась именно к продавцам пряжи. Прям абсолютно. Сейчас же можно связаться еще что-то. Мы нашли магазин бобинной пряжи. Обратились. Во всяком случае, я знаю вот магазин итальянская пряжа в Перми. Там я беру бобинную пряжу. Наташа всегда консультирует. Мне нужно платье. Нужен такой состав, чтобы она не то-то, 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 то-то. Мне кажется, даже несколько артикулов посоветуют. И так это может быть абсолютно в любом магазине. Уважающий себя продавец, он, конечно, всегда подскажет, из чего можно сдать платье. Я в этом уверена. Я в этом уверена. Просто там тоже, наверное, спросят, насколько теплая вы хотите, насколько толстенькая, тоненькая вы хотите. Но вот эту пряжицу, которая вам нужна для платья, в любом магазине бобинной пряжи, моточной тоже, мне кажется, подскажут. Но я не возьму. Во-первых, давно платье не вязала. Во-вторых, что платье, что носки я вяжу из всего подряд. Просто уже, я знаю, носить каждый божий день, это в офис, или это где-то вот просто разочек выпендрится, второй, третий, такие праздничные выходы. Не назову я конкретный артикул. Если девчата назовут, это ведь не первый даже вопрос у меня про платье. Я не беру, сколько петель набирать, какую пряжу покупать. Я с какой пряжи вяжу, я вам показываю. И чтобы из этого получается, я тоже показываю. Но вот из чего сведать платье, правда, я не знаю. Я не знаю только потому, что сейчас действительно океан. Тут, наверное, надо брать одну пряжу, вязать платье, вторую пряжу. Даже одна и та же пряжа может понравиться одним, не понравиться другим. Можем сведать не одну, а несколько. Ну, явно там должен быть смешанный состав. Мне так кажется. Из одной шерсти будет очень парк, из одного акрила. Ну, и очень тепло из одного акрила. И чтобы еще это не вытягивалось, вот это вот, как она называется-то, ниточка тянущаяся обязательно, тоже нужно присутствие небольшое. Обратитесь, пожалуйста, в магазин «Бобинный пряж». Там вам подскажут гораздо лучше. Гораздо лучше и ассортимент. В любой магазин. Абсолютно в любой. Сейчас такая конкуренция в магазин «Бобинный пряж», что, мне кажется, общение с клиентом, это просто лицо в магазин должно быть перво-наперво. Не то, как быстро отправляют посылки, не то, как собирают, с ошибками или без, как разбирают конфликтные ситуации, если вдруг они возникают. Это все, вот как именно помогают даже выбрать пряжу клиенту. Ведь кто-то уже четко знает, что надо и берет. А кто-то растерялся, но хочет приобщиться к «Бобинной пряже». Да хоть к «Моточной». Поэтому это лучше проконсультироваться, мне кажется, в магазине. И вот очень много вопросов у меня остается за кадром, которые начинаются «А давайте свяжем?» То есть «А давайте свяжем игрушки», кто-то пишет. «А Таня, а давайте свяжем шарики на елку». «Таня, а может быть сейчас начать вот вязать то-то, то-то к новому году?» «Девочки, ну давай». Знаете, я не могу вязать как-то по желаниям других, что ли. У меня своих вот этих желаний, они вот, понимаете, бегут друг за другом, отгоняют, борются и выступают вперед. Часа два какое-то желание впереди постоит, потом обгоняет другое желание и сбрасывает с пьедестала. Вот игрушки я так давно зрею. Ведь обычно что-то раз и начала вязать. А на что ты зреешь-зреешь, и эта мысль или возревает во что-то, действительно начинаешь вязать, или уходит. Ну, здесь не настолько сильно это всё было. Я хочу, если связать игрушку, то что-то будет не вот маленькие, как девочки продают для ярмарок, ещё что-то налязывают для продажи, а что-то большое, например, какая-то игрушка, подушка-кот, например, или ещё что-то. А с другой стороны, мне жалко её эксплуатировать. То есть она как бы мой такой помощник вот будет сидеть и помогать мне. Я давно, знаете, хочу везун-везуноча связать. У меня в голове вот мой везун-везуноч, я его даже вижу. Я только не знаю, что это будет за живот, а наоборот, чтобы это было такого нет, не существующее животное. Кот не кот, лисёнок не лисёнок, ёжик не ёжик, медведь не медведь. Вот мне очень хочется, и чтобы джемпер-то у него был, у меня остатков шикарных много, с такой пряжи. Ой, что просто голова крошится, нифига себе, это мне такой джемпер, только пряжи, да. Вот мне давно хочется связать везун-везуноча. И я его свяжу, я только не знаю, когда будет готов мой везунов-везун-везуноч. Шарики на ёлку, игрушки. Я не хочу, я не хочу, чтобы связать столько шариков, чтобы они все украшали. Вы знаете, чтобы вязаные игрушки наравне с какими-то стеклянными висели. Или мне это не нравится. Или уж это все, шарики стеклянные, кстати, прямо моё-моё. Или вот это все рукодельное. Это иногда моё-моё, иногда нет. Насколько это выполнено стиля, насколько это выдержано. Ну, вот понимаете, вяжешь-вяжешь, сразу, допустим, в том же ноябре, я бы не навязала этих шариков. То есть, тебе нужно вязать круглый год. Как бы от этого не устать. Прям не устать до такой степени, что видеть не хочешь. Хотя, есть такие стильные поделки новогодние, где даже один шарик будет смотреться здорово. Даже вот эти ёлочки из проволоки делают и за корючком на закорючком вешается один шарик. Не знаю, но так, если представить ёлочку классическую, украшенную шарами, их надо много. Я боюсь выгореть. Вяжешь-вяжешь, а потом на это уже смотреть не хочешь буквально. Кроме того, ну повисят они год накрахмалить надо, понимаете, всё, чтобы красиво было. Её у меня хватит, мне кажется, шарика на два. Они повисели год. Их красиво уложить куда-то. Не дай бог сомнёшь. Нужно место, которое у меня нет. Я очень часто стеклянные шары после, допустим, одной ёлки просто отдаю. Бывает, храню. Но сейчас вот даже можно деревню ящики ввести. Ладно, это тоже как вариант. Второй год они ещё, если повисят, то они точно запылятся. После первого года в будущем мы можем смотреть, сколько у кого ёлка стоит. У меня с начала декабря, например, я очень люблю до 13, второго года января. Два года. Их надо как-то стирать ещё что-то. Я не представляю, это второй раз крахмалить, растирать. Вот этот труд какой-то, вы знаете, в никуда, что ли. Вот совершенно не хочу я вязать шарики на ёлку. Может быть, я что-то ещё не понимаю, и когда у меня желание возникнет и зародится, я свяжу, но не хочу. У меня столько много каких-то вот внутренних желаний связать, что вот эти давайте то, давайте то. Я вот очень, вы меня простите, пожалуйста, я очень спокойно, равнодушно как-то отношусь к этим предложениям. Мне пока, мне кажется, вот важно вязать каждому то, что хочется. Если хочется шарики, есть где их хранить, если есть сила поддерживать их в порядке год за годом, обязательно надо вязать. У меня таких сил нет вот внутренней, на данный момент. Всё течёт, всё меняется. Игрушки, игрушки не хочу, игрушку хочу, я уже сказала, может быть, когда-нибудь. Вот не приступаю, и всё. Потому что я сейчас вот вижу вещи не так быстро, как хотелось. Я даже не знаю, с чем это связано, а в голове ещё столько всего. И где место набрать-то почему-то, не знаю. Но самое главное вязать, и вязать в удовольствие. Не тянуться за количеством. Оно зачем? Чтобы шкаф лопнул, да? Нет, если, конечно, вы там не вяжете на продажу или ещё что-то, не тянуться, специально не замедляя какие-то процессы. Вот просто вязать и получать удовольствие. Вот это всё, что мне сейчас вообще нужно от вязания. Да не только от вязания, от всего. Ну что ж, я благодарю вас за внимание. Буду рада, если вы ответите, Наталья, из чего вы, может быть, какой-то опыт. Я связала платье с такой-то пряжей. Там же конкретный артикул, вам нужно конкретное название, да? А может быть, состав хотя бы на вскидку. Это был там шерсть с хлопком, свистку. Так, к примеру. Я буду очень благодарна, потому что, если человеку нужны конкретные артикулы, если она кого-то получит, то, что к девчатам вы, пожалуйста, не ругайтесь, а то иногда такие баталии разворачивают. Кто-то кому что-то посоветовал, а потом зря я спросила, это совсем не то, что я ожидал. Конечно, это не то, что вы ожидаете, потому что ваше ожидание это ваше ожидание. Ожидание другого человека и тот человек удовлетворён, то, что ему нравится, это его вкус, это его область, это его представление о платье, допустим, в данный момент. А у вас оно может быть своё. Но, тем не менее, подсказки, как опора, как ориентир на что-то, это замечательно. Но в любом случае решение принимать вам. Я вот не собираюсь платье вязать. А вот эти джемперочки с чего-то мягенького, хорошенького, такого вволакивающего, это прямо сейчас моё всё. Ещё раз благодарю. Я всё как в последнее время начинаю заканчивать, я никак не перейду к финишу. Благодарю вас за внимание и говорю наше традиционное. До новых встреч, мои добрые зрители. А они обязательно будут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова